Всем привет! Я в аэропорту Шереметьево, а это значит впереди очередное увлекательное путешествие. Я Андрей Шепеляев, авиаинженер и частный пилот, ведущий и блогер. И сегодня из-за штурвала легкого самолета я пересел в пассажирское кресло Суперджета, чтобы доказать, самолет не роскошь, а средство передвижения. Сегодня я лечу в Архангельск, к Белому морю, познакомлюсь с природой Русского Севера и историей его освоения. Так что вперед, погнали! Но сначала немного интересной информации о том, как происходит подготовка воздушных судов к рейсам. Еда на борту. Мне всегда было интересно, где и как она готовится. И сегодня мне предоставили возможность побывать на предприятии «Транспид». Именно здесь производят бортовое питание для многих авиаперевозчиков, в том числе и для авиакомпании «Россия». Самый главный вопрос. Чем отличается еда на самолете от обычной еды, которую мы едим в ресторане либо дома? Дома или в ресторане питание готовится сразу, для того, чтобы вы его сразу же тут же и поели. В кейтринг-авиационном питании его нужно будет опять повторно разогреть или предоставить пассажиру уже через некоторое время. При этом питание должно быть соответствовать таким же вкусным, свежим, как будто бы идите в ресторане. Чтобы сохранить качество еды надолго, продукты берутся самые свежие и тщательно обрабатываются. А для готовых блюд применяется шоковая заморозка. Она сохраняет их вкус и консистенцию при повторном разогреве. Повара придумывают все новые интересные варианты, приближенные к ресторанам. С индейкой и морепродуктами, разнообразными соусами и гарнирами. А расскажите, может, какую-то инсайдерскую информацию о новых трендах, о каких-то новинках, которые мы можем в скором времени встретить на борту самолета. Ну, если говорить о трендах, то, безусловно, основным трендом является персонализация. Для этих целей авиакомпании вводят большое количество спецпитаний. Сначала это было халяльное, кошерное питание, вегетарианское. Но сейчас мы можем встретить гораздо больше ассортиментов. И индуистское питание, да, то есть как бы азиатское, русское, какое угодно. Спецпитание может заказать любой желающий, выбрав меню на сайте авиакомпании из 15 вариантов. Главное, сделать это не позже, чем за 20 часов до вылета, иначе еду не успеет подготовить. Сегодня вегетарианский набор имеет достаточно разнообразный выбор. Спринг-роллы, овощной рагу и панна-котта на кокосовом молоке. Давайте попробуем. Довольно-таки неплохо приготовлено. Правда, если вы не пассажир бизнес-класса, а я в основном летаю экономом, чтобы заказать спецпитание, вы должны обязательно лететь на рейсе, который продолжительностью более 4 часов. После приготовления еду для пассажиров упаковывают и перевозят в аэропорт на воздушное судно. Хотя Суперджит небольшой региональный самолет, все очень удобно и продумано. Вот здесь хранится питание, которое доставляется на борт самолета. С 5 до 10 утра предлагается завтрак. В остальное время обед и ужин. Я понял. А чем сегодня порадуете меня и пассажиров, которые летят в Архангельск? Сегодня мы летим в Архангельск. Время путей 2 часа. Предлагаться пассажирам будет круассан с лишней, чай, кофе, а также прохладительное напитание. В Архангельске настоящая северная осень. Температура плюс 7 и ветер. Аэропорт, который меня встретил, очень удобный и современный. Его реконструировали несколько лет назад. А его история началась с полярных воздушных экспедиций в 30-е годы прошлого века. Из аэропорта до города всего 13 километров. Архангельск – самый крупный город русского севера. Так называют север европейской части России. Главная туристическая улица Архангельска – Чумбаровка. Официально проспект Чумбарова-Лучинского. Недавно городские власти решили переносить сюда старые постройки со всего Архангельска. И теперь эта улица – настоящий музей. Например, этот нарядный особняк был когда-то домом коммерческого собрания и считался самым престижным общественным зданием города, где проводились концерты, балы, лекции, собрания самых уважаемых жителей города. Архангельск расположен в 30 километрах от Белого моря. В устье реки Северная Двина. Северная Двина огибает Архангельск с трех сторон, поэтому гулять по набережной можно очень долго. Ее длина – почти 8 километров. А посередине на мысе Пурнаволок расположен памятный знак в виде носа ладьи. Именно здесь в 1584 году был основан Архангельск – первый морской порт России. Иностранные суда – английские, шведские и голландские – причаливали к пристани. А товар из кораблей несли сюда. Это Архангельский гостиный двор – самое старинное здание города. Когда-то оно было гораздо больше и мощнее, так как выполняло еще роль крепости. В 17 веке более половины всей внешней торговли России шло через Архангельск. А самым оживленным местом набережной была Красная пристань. В рыночные дни сюда причаливали десятки лодок с окрестных деревень. От Красной пристани уходили многие полярные экспедиции. Эта скульптурная группа из трех человек и пяти собак изображает экспедицию знаменитого исследователя Арктики Георгия Седова. Она отправилась к Северному полюсу в августе 1912 года. Сам Седов из нее не вернулся, но благодаря ему и таким же смельчакам была исследована новая земля и другие архипелаги. И Арктика была признана российской. Для тех, кто любит отдыхать не только культурно, но и активно, в Архангельске множество возможностей. Рыбная ловля и дайвинг, картинг и пейнтбол. А я решил покататься на каяке. В окрестностях Архангельска огромное количество рек, по которым интересно сплавляться. Можно даже выйти к Белому морю. Но у меня не очень много времени, да и опыта, поэтому прогулка вдоль набережной Северной Двины – отличное приключение. В этот день был сильный ветер. Чтобы согреться, я отправился изучать историю мореплавания в Северный морской музей. В музее ты как будто бы оказываешься внутри большого парусного корабля. Детали оформления выполнены из фрагментов судовых чертежей и частей текелажа. Есть и множество настоящих вещей, снятых с кораблей, отслуживших свой век. Например, эти рынды – судовые колокола, в которые звонили каждые полчаса, отбивали склянки. А эта рында была снята с ледокола парохода Владимира Русанова 1908 года постройки. На нем было совершено очень много открытий. Вообще, трогать музейный экспонат руками нельзя, но мне в порядке исключения разрешили отбить склянку. От Архангельска до Белого моря около 30 километров. Его северная суровая красота с каждым годом привлекает все больше туристов. Одно из популярных мест – остров Ягры. Здравствуйте. Привет, Гриня. Чу-чу-чу, хороший, хороший. Это мой конь Грин. Чувствуется, что он настоящий профессионал в катании туристов. Абсолютное спокойствие и совершенно не боится воды. Теперь моя главная задача – удержаться в седле. Ну что, Гриня, погнали? Грин из конюшной местного конного клуба, расположенного прямо на острове. Там можно взять уроки верховой езды. Летом на острове пляж. А такие прогулки по кромке моря хороши почти в любое время года. Кстати, именно Белое море еще несколько веков назад определило историческое название региона. Поморами на Руси называли тех, кто жил на побережье Белого моря. И тех, чьей родительности был связан с морем. Рыбаков и охотников на морского зверя, строителей кораблей и тех, кто перевозил товары судами. А вся современная территория Архангельской области и часть Мурманской называлась Поморьем. Поморы покоряли Арктику на кочах – больших деревянных парусно-гребных судах. Они ходили далеко на север, вплоть до архипелага Шпицберген. Сегодня в Архангельске строится копия настоящего поморского коча. Как-то раз на просторах Северного Ледовитого океана корабль знаменитого мореплавателя Вильяма Баренца оказался затертым во льдах. Вдруг он увидел, как мимо прошло два русских коча. «Как они плавают на таких скорлупах?» – записал он в свой дневник. А вот он ответ. Посмотрите, форма днища коча напоминает половинку ореховой скорлупы. Благодаря этому при сдавливании льдами корпус корабля не разрушался, а выжимался наружу. По такому принципу впоследствии и были придуманы ледоколы. Когда коч будет достроен, туристы смогут путешествовать на нем путями древних поморов. Ну и на финал путешествия я оставил «Малые Карелы». Уникальное собрание памятников северного деревянного зодчества под открытым небом. Я приехал туда ранним утром, когда крестьянские избы и церкви были окутаны туманом. Казалось, что из-за угла вот-вот выйдет житель старинного поморского села. В окружении этих старинных домов ощущается атмосфера русского севера. Настоящего поморья. Ее можно сделать ярче, если поучаствовать в народных гуляниях. Здесь их часто проводят для туристов. Артисты фольклорного ансамбля разыгрывают сценки из крестьянской жизни. Но особенно интересно, когда они начинают импровизировать, и ты сам становишься действующим лицом. Ну и какие же посиделки без угощений. Для туристов в Малых Карелах проводят кулинарные мастер-классы. Мне показали, как делаются знаменитые каргопольские пирожки с таком, то есть ни с чем. Нужно только положить немного сахара внутрь, а потом придать правильную форму и в печь. Как приятно почувствовать себя не только едоком, но и поваром. Ну что ж, давайте отведаем эти удивительные пирожки без начинки. Тем более, что после таких посиделок все в три раза вкуснее. Всего за три дня Архангельск удивил и покорил меня. Путешествие по Северной Двине на каяке! Это суровое Белое море. Это настоящие посиделки, где можно найти настоящую невесту. Это конные прогулки по невероятно красивым местам. Ну что ж, я завершаю свое путешествие по Архангельску. За моей спиной памятник Михаилу Ломоносову, выдающемуся ученому и сыну обычного помора. Почти 300 лет назад он отправился отсюда в Москву с рывным обозом. Шел три недели. Самолеты же не летали. Ну а я окажусь в столице через три часа. Обязательно заскочу в МГУ, чтобы передать привет московскому памятнику Ломоносову. А потом буду думать, куда отправиться дальше. И обещаю, будет интересно. Субтитры подогнал «Симон»!